У нас с вами пойдет сегодня разговор о том, что сделано нового фирмы 1С в части электронных трудовых книжек. Это, в общем-то, такой вот кусочек из нашего курса для кадровиков. Зарплата управления персоналом, кадровый учет. Ну, я представлюсь, с кем-то мы знакомы, с кем-то нет. Моя фамилия Гречка, зовут Елена Валерьевна. Ну, и я, собственно говоря, являюсь преподавателем специалиста и веду пользовательские курсы, исходя из этих соображений. Так, коллеги, вы видите мой экран, потому что здесь какая-то такая странная вещь получается. Кто-то умудрился на себя перехватить управление. Видно, да? Все, спасибо огромнейшее. Ага, извините, но вот видите, как-то у нас все несколько странно в этой жизни получается, появляется вот последнюю неделю. И получается какая-то такая вот странная постановка вопроса. Ну, так вот, о чем, собственно, у нас с вами пойдет речь? Как я уже сказала, прошла пара обновлений, они прошли в марте месяце, и они затронули в программе 1С изменения, касающиеся непосредственно электронных трудовых книжек. То есть, в частности, о чем у нас с вами сейчас пойдет речь? О том, что в программе появился новый документ, новый документ регистрации мероприятий. Его раньше не было, то есть раньше мы с вами просто могли ручечками в СВТД внести изменения. Теперь фактически такой, в чистом виде, такой возможности нет. Далее появилась возможность не только регистрировать мероприятия, но и их отменять, их отменять, что тоже, в общем-то, для нас с вами актуально. Ну и что поменялось в итоге при заполнении СВТД и СТДР. То есть, вот такая вот у нас с вами постановочка вопроса. Собственно, что для нас еще сейчас будет актуальным, вот касаемо нашего разговора, вот как я уже сказала, мы вот эти темы рассматриваем на наших курсах, и действительно, как бы мы стараемся не стоять на месте, если какие-то изменения появляются актуальны, то, конечно же, это важно, это важно, чтобы мы обсудили сразу же на занятиях, а не просто так. Ну и вот одна из тем, естественно, это электронные трудовые книжки. Ну, у меня, естественно, есть база, на которой я буду показывать. База, естественно, некая, условная, учебная, база условная, учебная. И, соответственно, что нам с вами в этом случае нужно учитывать? Вот давайте так сейчас сделаем. Сейчас, секундочку. Так, программу сейчас видно же, правильно? Вот я, собственно, вот как раз сказала, у меня есть такая заготовка небольшая. Собственно, речь идет в первую очередь о том, что документик-то и отчет по СЗВТД нам с вами всем великолепнейшим образом уже знаком. Ну, я так подозреваю, поскольку мы с вами в этом году уже его первый раз сдавали. Соответственно, что у нас с вами получается, когда речь идет непосредственно об этом отчете, непосредственно об этом отчете. В частности, в частности, ну, вот здесь кто сдавал, вот мы его с вами сдавали первый за январь-феврале месяце. Ну, собственно, так же, как и я, это делали многие. И, ежели помните, тут с чем пришлось столкнуться, программа заполняла далеко не всю информацию, и была кнопка «Добавить», то есть можно было ввести все от и до ручечками. Ну, и вот мне это пришлось сделать по некоторым сотрудникам, в общем-то, ну, благо это было не так много записей. Я, честно говоря, когда все, да, делала, сдала, я, ну, практически перекрестилась. Теперь, теперь внесены изменения какого рода. Вот смотрите, если я сейчас вот просто пытаюсь заполнить, да, вот добавить какую-то позицию, вроде бы через правую клавишу я могу это сделать, но дальше я упираюсь в весьма любопытную постановку вопроса. То бишь, вот я выбираю какого-то сотрудника, мало того, что мне вот надо все это заполнять, естественно, понятие мероприятия, оно как было, так и осталось. Здесь у нас с вами в основе этого отчета лежит как раз понятие мероприятия. Но вот обратите внимание, я начала добавлять человека вручную, у меня открылась форма мероприятия, и здесь кнопки «Добавить» нет, и через правую клавишу, к сожалению, тоже нет. Но, благо, обратите внимание, появилась даже небольшая подсказка «Редактирование состава мероприятий с помощью документов регистрации трудовой деятельности». Раньше у нас с вами этого документа не было, ну, не было вот от слова совсем. Значит, что для нас с вами важно, что для нас с вами важно в этой жизни? Когда мы работаем, мы теперь вот для таких обстоятельств, когда надо создать новое мероприятие, внести в него изменения, либо, обратите внимание, еще появилась функция «Можно отменить новое мероприятие какое-то», мы должны с вами использовать новый документ, который называется «Регистрация трудовой деятельности». Ну, собственно, я вот когда готовилась, я делала слайды, как видите, здесь даже вот не поленилась про него написать. Соответственно, открывается он у нас с вами точно так же, то бишь это либо кадры... Так, что-то у меня кто-то перехватил опять управление. Значит, открывается он точно так же, смотрите, либо это кадры электронные трудовые книжки, либо зарплата, да, у нас с вами тоже можно добавить сюда электронные трудовые книжки. Ну, и, соответственно, соответственно, в отчетной справке здесь у нас тоже есть электронные трудовые книжки. Что от нас требуется в нашей жизни? Ну, я вот сделал, как я уже сказала, небольшую заготовку. Обратите внимание, что теперь в электронных трудовых книжках в журнале есть новые документы. В частности, ну, как я уже упомянула, регистрация трудовой деятельности – это раз. Во-вторых, обратите внимание, что можно не только создать заявление о предоставлении трудовой деятельности, но и в том числе, в том числе, что можем с вами сделать, так это его отозвать. Это его отозвать. Соответственно, давайте в первую очередь поговорим, ну, вот о важном документе, как я уже сказала, документ регистрации трудовой деятельности. У этого документа несколько функций. В первую очередь, хотела бы обратить ваше внимание, что здесь теперь появилась отдельная кнопка «Данные до 2020 года». Обратите внимание, что, в общем-то, попробовали нам облегчить существование, когда большое количество сотрудников, то программа дает возможность заполнять порциями, то есть я могу поставить флажок по 100 сотрудников, но, по крайней мере, пытались облегчить наше с вами существование. В каком плане, чтобы все-таки, все-таки мы могли для того, чтобы облегчить наше существование. Нам с вами, видите, предусмотрели возможность заполнения по 100 человек. Здесь, может быть, это и неплохо, поскольку у кого-то 10 человек, а у кого-то полторы тысячи или 15 тысяч. И, естественно, хотя бы по сотне будет проще проверять. То есть это первое вот такое, что появилось нового. Как видите, вот мне программа подтянула, я специально там делала заготовки, чтобы вы меньше ждали, пока у меня программа отработает. В некоторых случаях это бывает не всегда быстро. Как видите, вот она мне подтянула абсолютно всех сотрудников с их событиями. За прошлые года до 2020 года у совместителей стоит флаг. То есть это раз. Далее, то есть вот первая функция документа по регистрации трудовой деятельности – это как раз заполнение данными до 2020 года. Далее, еще что важного – это изменение отмены ранее зарегистрированных мероприятий, поскольку рано или поздно мы с вами можем попасть в ситуацию, что нам надо будет подавать корректировку. Ну вот, в частности, чтобы рассказать все нюансы, я тут, да, гоняла программу туда-сюда, вот именно с тем, что пришлось столкнуться. Я, как видите, только для части людей, только для части людей, я взяла, взяла и ввела в частности документ по регистрации трудовой деятельности. Только для части, не для всех, кто введен в учебную базу, ну вот, чтобы мы могли обсудить от и до. Следующим этапом – вот сам отчет сведения о трудовой деятельности, вот он, но и был заполнен. Заполняется он, естественно, так же, как мы с вами привыкли, по кнопке «Заполнить». Здесь пока никаких изысков. Вот, что бы я хотела сказать, кроме одного нюанса. Обратите внимание, у меня господин Булочкин и штатные сотрудники, внутренние совместители, вот как у него отражаются мероприятия, как он у меня, да, вот принят был по 1 февраля, а здесь вот он был принят 1 мая. И, соответственно, в печатной форме СЗВТД тоже у нас с вами начинаются вот такие вот чудеса. По поводу чудес и иже с ними. Значит, первое, что здесь у меня важного. Посмотрите, я тут с этим бедным Булочкиным долго мучилась. Здесь есть один нюанс. Вот у него прием 1 февраля 2015 года. По факту, вот показываю вам свою учебную базу. Здесь у господина Булочкина, у господина Булочкина, обратите внимание, дата приема стоит 1 января. То есть к чему я веду? Вот я уже сказала, появился новый документ регистрации трудовой деятельности. И вот в этом документе мы можем с вами добавлять мероприятие. Делается это великолепнейшим образом. Здесь вот если мне надо, я могу совершенно спокойно взять и все заполнить ручечками. Но, как я уже упоминала, наверняка многие из вас, кто сдавал этот отчет первый раз в этом году, столкнулись с такой необходимостью, что надо забивать какие-то сведения вручную. И я хотела, собственно, показать момент какого рода, что вот в моем конкретно случае у человека был документ от 1 января сделан приказ. Я, ну, чисто гипотетически случайно указала, что это там не 1 января, а 1 февраля. То есть я случайно указала неправильно дату. К сожалению, документ проводится. Никаких последствий для меня это не несет. Если я его буду перезаполнять, перезаполнять программа тоже великолепным образом, к сожалению, дает провести. Вот в моем случае, видите, я сейчас опять исправила, и она меня опять начала ругать, что есть незарегистрированные мероприятия. Что получается дальше? Чем мне вот это все творчество, высокохудожество мое грозит? Я, конечно, могу перезаполнять, но в моем конкретном случае я хочу просто вам показать несколько человек. Поэтому я заполняю сейчас выборочно. Здесь вот признаюсь, это мои корыстные цели. Вот, как видите, я выбрала несколько сотрудников, программа мне подтянула информацию, в том числе вот этот мой прием с ошибкой. Это раз. Во-вторых, просьба обратить внимание по госпоже Малаховой в принципе ничего нет, так же, как и по госпоже Сидоровой. Это связано с тем, что я их не указывала, не указывала в документе регистрации трудовой деятельности. То есть, как видите, программа в этом случае вообще информацию воспринимать отказывается. И только если я их сюда добавлю, только если я их сюда добавлю, я сейчас просто для того, чтобы показать, сделаю второй раз вот этот же документ. И вот у меня там есть Сидорово, есть Малахово, остальных я пока добавлять не буду, чтобы мы могли вот обсудить нюансы. Вот, обратите внимание, я их сейчас добавлю, например, на, не знаю, 3 февраля. Вот, как теперь будет вести себя программа, если я начну опять указывать, но здесь вот, я говорю, мои корыстные цели, все тех же самых сотрудников. Мне просто нужно, чтобы несколько человек остались неохваченными, вот, чтобы мы все могли обсудить. Как видите, вот она мне только что высказывала свое февраля по поводу Малаховой, но теперь все нормально, все хорошо. Ну, возвращаемся к разговору вот о моей ошибке и о том, что в документе регистрации трудовой деятельности есть несколько возможностей работы, помимо ввода данных до 2020 года. Здесь обратите внимание, этим же документом можно регистрировать переименование организации и либо изменение, либо отмену мероприятий. Значит, вот такая любопытная постановка вопроса, и она не просто любопытная, она достаточно серьезная. В частности, вот классическая постановка вопроса, когда я заполняла вручную, я заполняла документ вручную, а дальше по какой-то причине, по какой-то причине, я все-таки решила проверить, и вот выяснила, что изменения были внесены с ошибкой. Были внесены с ошибкой. Что будет тогда? На минуточку прервусь. Мне написали, что не видно программы 1С. Ага, спасибо. Тогда я продолжу. Что у нас с вами получается тогда в этой жизни? Как я уже сказала, я сделала ошибку. Значит, мне надо будет подавать корректировочные сведения, а, соответственно, мне нужно будет изменить неправильно введенные данные. Неправильно введенные данные. Что тогда? Вот тогда я как раз буду делать опять документ по регистрации трудовой деятельности. Сейчас я даже удалю, чтобы показать. Только буду говорить, что мне нужно изменить сведения. Вот обратите внимание, у меня булочки, но на штатный совместитель. Здесь, как видите, два документа. Вот я выбираю ту строчку, которую я ошибочно ввела. Посмотрите, что делает программа. Она вводит две позиции. Одна позиция блокирует. И здесь, видите, дата отмены. Вторая позиция как раз та, которую я могу великолепнейшим образом исправить. Вот оно. Ну и дата, ну я не знаю, я сейчас поставлю февральскую, чтобы у меня была возможность просто кучно показать. Теперь, при проведении документа, если я опять начну регистрировать сведения о трудовой деятельности работников, сведения о трудовой деятельности работников, видите, вот у меня пошла запись по господину булочкину. И если я вам сейчас попробую показать печатную форму, то выглядеть она будет вот следующим образом. Смотрите, вот у меня был прием, это отмена. И вот у меня, соответственно, еще один прием. И просьба, обратите внимание, вот здесь вот, видите, строка задваивается. Сейчас буквально минут через 8-10 покажу, по какой причине. Потому что тут вообще какие-то странные вещи творятся в нашей жизни. Так, но пока вот если надо отменить, то мы для этого делаем документы, опять же, регистрации трудовой деятельности. Изменить, извините, пожалуйста. Если надо отменить мероприятие, то БОГИК абсолютно та же. Все равно мы регистрируем документ регистрации трудовой деятельности в базе создаем. Все равно, все равно мы с вами нажимаем кнопку, только на сей раз кнопку отменить. И выбираем вот такую вот позицию. Но я не буду сохранять. У меня бедный булочкин, он у меня сегодня в планах выглядит стрелочником. Значит, еще одна функция документа по регистрации трудовой деятельности – это переименование организации. Мы указываем с вами новые сведения на какую-то дату. И говорим, что заполнять порциями. Ну, сейчас вот гораздо серьезнее вопрос. Как раз выглядит следующим образом. Что мы будем дальше делать с вами со сведениями о трудовой деятельности? Дело в том, дело в том, что если у нас с вами вот такая постановка вопроса возникает, вот такая постановка вопроса возникает, вот сделали мы, все правильно сделали, мы первый раз с вами сдали СВТД. Дальше у нас никаких изменений не происходило. Трудовые книжки, да, заявления мы еще сотрудников не собрали. Соответственно, я пытаюсь сдать СВТД уже за март месяц. Вот что у меня получится в мартовском документе, если я его заполню. Как видите, вот у меня из господа Булочкина и Горбунков. Может, все мило и симпатично. Далее я продолжаю развлекаться, но для программы важен еще один аспект. И вот, к сожалению, с этим нам тоже надо учитывать это надо, надо с этим быть крайне аккуратным. Обратите внимание, что у нас в этом отчете, как и в остальных по пенсионному фонду, есть вот эта опция, когда мы ставим флажочек, когда мы с вами ставим флажочек о том, что отчет сдан в пенсионный фонд. И, ну, здесь, конечно, каждый по себе судит. Если честно, я отчет в пенсионный, конечно, сдаю, но, как правило, я вот этот флаг не ставлю. Мне хватает того, что у меня, да, в отчетности написано, что отчет сдан. Сдаю я через 1С. То есть у меня вот в живой базе стоит великолепным образом, что сдано и сдано. Ну, и, в общем-то, мне этого достаточно. И я не утруждаю себя вот этой галкой. К сожалению, как утверждает разработчик, здесь вот для конкретной ЗВТД, это в корне неверно. Почему? Если мы не будем ставить этот флаг, то тогда программа в следующие месяца нам может подтягивать сотрудников повторно. Исходя из этих соображений, там вот в слайде, собственно говоря, да, вот, отмечено, обратите внимание, что для нас вот это вот принципиально. Надо обязательно устанавливать вот этот флажочек. Вот этот вот флажочек. Вот он. То есть это для нас с вами важно. И для нас это безумно нужно. Так, еще, что касается непосредственно вот таких вот неприятных моментов. То есть, повторяю, то, что пачка принята в ПФР, флаг ставим в обязательном порядке. Иначе у нас в последующих документах пойдет вот такая вот неприятная постановка вопроса. Программа будет подтягивать сотрудников по второму разу. Опять же, еще что, заявление о предоставлении трудовой деятельности. Здесь у нас с вами два момента. Ну, как я уже сказала, во-первых, появился новый документ, отзыв о предоставлении сведения о трудовой деятельности. То есть, к примеру, вот у меня есть тут некие господа, которые определились. Я думаю, тоже как бы ни для кого это не новость. В основном все сотрудники хотят ввести бумажную трудовую книжку на электронную. Мало кто соглашается в этой жизни. Но мало ли все бывает. Значит, что у нас тогда с вами происходит? То есть, если я опять же вот создала документ, заявление о предоставлении трудовой деятельности. Следующим этапом я, естественно, буду что делать? Я буду подавать СВТД за март месяц. Как видите, вот они у меня сюда все великолепнейшим образом попали. Как я уже сказала, для нас с вами принципиально при работе в программе, чтобы мы не забывали ставить вот тот флажочек, что пачка принята в ПФР. Вот сейчас хочу как раз по ходу показать. Видите, я за март, за март этот флаг не поставила. И поэтому при заполнении документа за апрель, как видите, я вижу ту же самую картину. Теперь пойдем от противного. То есть, я сделала все-таки нормально, по-человечески. Обязательно поставила вот этот флаг, что пачка принята в ПФР. И еще разучка, регистрирую документ за апрель месяц. Не документ, простите, а отчет. Ну, в общем-то, вот такая у нас с вами постановка имеет место быть. Как видите, на сей раз программа мне уже ничего лишнего второй раз подтянуть не пытается. То есть, просьба обратить, пожалуйста, на это внимание. Это очень важно. Ну, и что для нас с вами важно еще? У нас есть форма СТДТР, которую мы выдаем с вами теперь сотрудникам, ежели он ее попросит. Ну, и опять же, для того, чтобы показать, у меня тут есть заготовочка. Я, когда, собственно, готовилась к семинару, как видите, я тут некоторых товарищей переводила, я некоторых товарищей увольнял. Значит, сначала с кадровым переводом, что очень здорово. Программа обновляется, разработчики, люди грамотные. И, в общем-то, обратите внимание, у меня сейчас некто там, господин Плюшкин, он переводится из одного подразделения в другое. Здесь все четко, красиво. Здесь что мы учитываем? Дата приказа у меня, смотрите, февральская дата перевода, то есть дата события у меня мартовская. Что мы должны с вами помнить? Это то, что будет попадать информация, вот это мероприятие кадровое будет попадать в отчет по дате события. То есть, в частности, вот если я сейчас опять же перепроведу документ февральский, извините, я в спешке неправильную дату поставила. Февральский. Вы видели там у меня по Плюшкину перевод, он его нет, как видите, да? Далее, если я теперь все-таки решу перезаполнить мартовский документ, вот у меня, посмотрите, пожалуйста, вот он мой Плюшкин, который сюда великолепным образом попадает. То есть, подчеркиваю, это у нас с вами происходит, ориентируясь на дату события. Собственно, именно по этой причине, именно по этой причине у меня в кадровом переводе по Плюшкину, по Плюшкину дата февральская, а, соответственно, дата события мартовская. Еще плюс огромный, что, в общем-то, тоже для нас, я думаю, будет с вами ценно, какие-то моменты пытались учесть. В частности, если вдруг я документом кадровый перевод решу, как он будет сотруднику, ну, я возьму того же Плюшкина. Если я хочу этим же документом, например, просто человеку поменять график работы, обратите внимание, обратите внимание, что у меня не активна опция отразить в трудовой книжке. То есть, этот документ, слава тебе Господи, просто не будет учитываться при заполнении формы СЗВТД, что действительно очень здорово. Так, просьба, опять кто-то включил микрофон. Я вас умоляю. Так, значит, еще что для нас с вами будет здесь важно, возвращаясь к нашему разговору. Конечно, увольнение. Ну, вот, в частности, у меня есть заготовочка, чтобы я могла вам показать еще неприятности, которые нас ждут. Вот. Мы теперь с вами, как я уже говорила, должны выдавать сотрудничку еще и форму СТДР, сведения о трудовой деятельности. Вот я сейчас химичила туда-сюда. Вы видели, я несколько раз открывала, перезаполняла документы по Плюшкину, по Булочкину, как раз, чтобы показать, какая красота в этой жизни может появиться. Ну, вот у меня сейчас, видите, по Плюшкину попадает при увольнении и прием, и перевод. И, конечно, я от этого счастлива. То есть здесь все нормально, все хорошо. Теперь все-таки моя задача уволить того вот злополучного Булочкина. Я его сейчас попытаюсь прям вот уволить апреля месяцем. Булочкин, как штатный сотрудник. И я ему хочу как раз дать вот ту же самую форму. Сейчас, секундочку. Здесь, извиняюсь, вам придется, да, вот посмотреть. Вот просьба, обратите внимание. Здесь сколько раз у меня фигурирует вот этот злополучный прием. Это еще ничего. Это вы знаете как? Это еще не так много. Я, когда обновление вышло, и я его туда-сюда гоняла, там смотрела, какие лучше примеры показать. И тоже вот так вот несколько раз на одном из сотрудники какие-то документы исправляла, перепроводила. В итоге, когда я открыла, у меня здесь было 8 одинаковых строк. Значит, что сие за творчество такое? Вот у нас с вами в основе заполнения формы СЗВ-ТД и, соответственно, СТД-ИР лежит понятие мероприятия. Как я уже упомянула, у нас теперь есть с вами документ. Документ, которым мы это все можем делать. Я имею в виду регистрация трудовой деятельности. Вот смотрите, я сейчас этот документ открыла, и видите, у меня появилось предупреждение, что у редактирования, в общем-то, не есть хорошо. Связано это с чем? Вот когда, сейчас у меня тут есть просто, вот он, булочки. Когда я регистрирую новый документ, даже давайте я прям совсем новое сделаю. У меня там есть такой господин Горезнов, и я вот его сюда как раз и попытаюсь добавлю частично и покажу, к чему я веду. Вот мы с вами не видим абсолютно всех полей, которые предусмотрены разработчикам. И, к сожалению, к сожалению, это нас с вами может погубить. То есть сейчас я, ну, видимость изображу того, что я заполнила документ. Документ 0909, да. Здесь вот, если честно, я, конечно, просто сейчас ленюсь, я могу подсмотреть, какой там приказ у Горезнова, но это не настолько принципиально. Вот когда мы с вами заполняем документ, у нас в основе лежит как раз, как я упоминала, такое понятие, как мероприятие. И, конечно, мы это мероприятие с вами вот теперь добавляем вот таким образом, через регистрацию трудовой деятельности. Но у нас же зачастую разработчикам предусмотрено гораздо больше полей, чем мы видим по факту. И, соответственно, отобрать эти внимание, здесь есть вот такое вот поле, которое называется ID мероприятия. ID мероприятие, по возможности, должно быть уникальным. Но мы его в чистом виде, поскольку мы не программисты, невидимы, может быть, это и не так плохо. Но дальше, дальше как раз и возникают у нас с вами весьма неприятные моменты при сдаче отчетности, при корректировке отчетности. В программе теперь, теперь существуют новые регистры, новые регистры. Открываются они, но стандартно, через все функции. Их теперь всего три штучки. Три штучки. Это регистры сведений. Вот они, смотрите. Регистры сведений мероприятия трудовой деятельности. Да, переданные. И вот сейчас важны мероприятия трудовой деятельности и прочее. Вот просьба, обратите, пожалуйста, внимание. Я его сейчас вам открыла. Вот все, что я делала, все, что я делала. То есть, по сути, получается, что когда мы регистрируем документ, программа, как видите, это фиксирует именно в регистрии еще дополнительно мероприятия. И, в частности, каждой записи присваивает уникальной ID. И вот сколько я по Плешкину сейчас вот крутила туда-сюда. Вот посмотрите, пожалуйста, сколько у меня в итоге, сколько у меня в итоге получилось по нему записей. По Булочкину вот у меня тоже появились по нему записи. То есть, программа для себя в регистре фиксирует вот эту информацию. И вот то, что я вам привела пример, то есть, сказал, что я стала в тестовой базе увольнять сотрудника, стала делать ему справочку по форме СТДР, и в итоге в справочке увидела 8 записей. Как выяснилось, вот то, что я брала, открывала документ, закрывала, исправляла даты, и еще потом на автомате нажимала вот эту вот незабвенную кнопку провести и закрыть. Это приводило к тому, что каждый раз, каждый раз вот в том самом регистре, который я вам только что показывала, мероприятия, трудовой деятельности и прочее, появлялась дополнительная запись. Ну, вот видите, у меня их тут вот сейчас вот по Плюшкину как раз иное количество. Да, и, к сожалению, к сожалению, дальше 1С это все великолепнейшим образом в кавычках тянет, в частности, вот справку по форме СТДР. Ну, вот этот вопрос, кстати, решить оказалось не очень сложно, как ни странно, но это, может быть, мне просто повезло, но те, с кем мы давно знакомы, они знают мою любимую присказку, что лучшая кнопка в этой программе – это кнопка «Еще». Соответственно, именно вот в этом регистре, если мы нажимаем кнопку «Еще», есть вот такая милая команда «Включить возможность редактирования», и, если что, тогда, видите, можно и удалить записи, добавить и скопировать, и все, что хотим. То есть, в частности, я вот сейчас вот почищу по господину Плюшкину записи, прям вот совсем-совсем почищу и покажу вам свое хулиганство чистой воды. То есть, здесь вот хотя бы как-то, хотя бы как-то у нас с вами возможность выкрутиться все-таки присутствует. Вот она у меня форма СТД. И, соответственно, каждый раз получается, что когда я провожу кадровый документ, программа автоматически вносит записи в соответствующий регистр. Чем мне это грозит? Да ничем хорошим не грозит. В частности, что для нас важно? Посмотрите, вот я открыла регистр, который называется «Мероприятие трудовой деятельности перед». Каждой записи присвоен свой уникальный ID. А значит, а значит, и вот, кстати, в этом году первые с этим столкнулись те, кто еще работает под «семеркой», и когда они первый раз сдавали СВТД под «седьмой платформой». Ну, в общем-то, как выяснилось, еще под ней, оказывается, люди работают. Да, к сожалению, ну или к счастью, я уж не знаю, там это был такой вариант конкретной ошибки. Когда создавали документ, отчет из СВТД, при попытке его провести, выходило сообщение на тему того, что не уникальный ID. То есть ошибка выплывала какого рода. Всем сотрудникам присваивался вот этот вот в мероприятиях один и тот же ID. А у нас с вами что получается? Вот когда мы отчет сформировали, мы его, конечно, отправили в пенсионный фонд, и в файле, в файле, по каждой, по каждой позиции, вот, смотрите, идет мероприятие, вот он ID, вот он, вот он, вот он. И вот у каждого мероприятия вот этот ID должен быть уникальным. А значит, если, если вдруг мне надо, вот, видите, вот он, опять же, вот я показываю, вот он, да, мне надо этот момент учитывать еще какого рода, вот почему, да, у нас теперь документ по регистрации трудовой деятельности, он в некотором роде универсальный. И если я вдруг должна подавать корректировку, я не могу это изобретать велосипед. Я обязана нажать кнопку изменить, я обязана выбрать документ. Программа, как видите, опять же, вот берет, аннулирует старую запись и добавляет новую. Вот, обратите внимание, вот он, то есть вот у меня ушла в пенсионный фонд информация по вот этому идентификатору, значит, именно по этому идентификатору я и должна ее отменить. То есть это, опять же, строго именно через документ регистрации трудовой деятельности, именно так, как я вам показала. В противном случае получается вот весьма неприятная постановка вопроса. Вот, когда мы интересу ради с вами работаем с документами, да, если никаких изменений не вносилось, то мы обязаны с вами соблюдать небезызвестное правило, что документ, если мы в него изменений не вносили, никаких. Мы открыли, например, проверили, проверили, но ничего не меняли. Мы его закрываем только крестиком. В противном случае, в противном случае, я не знаю, может быть, дальше 1С как-то этот вопрос решит, потому что сейчас на них, конечно, со всеми вот этими нашими, вот с тем, что у нас сейчас творится, я имею в виду с обстановкой вот этого, с вирусом, они же пытаются сейчас в срочном порядке внести изменения, чтобы мы могли нормально зарплату рассчитать. Вы же видели, они там добавили нерабочие дни, новый вид времени в табеле. То есть вот эти все вещи, но, соответственно, когда у них дойдут руки до вот этого обстоятельства, я не знаю, я не знаю, но, как видите, получается вот такая постановка вопроса, что есть у нас теперь вот эти вот три регистра, в которых хранится вся информация по нашим мероприятиям, по нашим мероприятиям. И программа каждой записи присваивает, присваивает новый уникальный идентификатор. Значит, вот я тут вот сейчас, пока вам это все говорила, я тут опять пощелкала, пощелкала, вот у меня опять, видите, вот он результат. И каждая запись вот здесь вот очень четко видно. Так вот, я к чему? Если мы с вами сравним вот эти вот регистра, да, регистр сведений, вот я сейчас возьму, чтобы показать побольше, да, и если я еще вам покажу, опять же, вот этот вот прочий, да, мы сейчас с вами сделаем вот таким, нет, наверное, вентификально будет удобнее. Вот, вот. То есть, что для отчетности в пенсионной важной, для корректировки, чтобы, если я делаю отмену какого-то мероприятия, да, или изменения, вы видели, один из же сделала стандартно, самый верный вариант, это что сделать? Все отменить и начать делать заново уже с учетом изменений. То есть, вот здесь важно, если у меня уже в пенсионной ушла отчетность вот с этим именно идентификатором, и я исправляю, значит, я должна отменить сведения именно вот с этим идентификатором. То есть, есть вот такой вот момент в нашей жизни. Кроме того, вот если мы с вами отправили какую-то отчетность, да, соответственно, программа, опять же, будет нам выдавать предупреждение на тему того, что, извините, закрыла, на тему того, что уже сведения были переданы, и, как видите, редактирование может привести к отмене и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, я поэкспериментировала, я тут все отменяла, перепроводила, развлекалась, как могла. Вот, то есть, конечно, если мне вдруг понадобится исправить, то здесь работают все те же самые правила. Если, ой, извините, если я, собственно говоря, беру и отменяю отчет, вот у меня, видите, бартовский, я сказала, что пачка принята в ПФР, вот, и если я все-таки эту галку сброшу, то я тогда могу великолепным образом спокойно подредактировать ранее сделанные документы. То есть, получается, опять все та же постановка вопроса. Как только мы сдаем новый отчет, новый отчет, подчеркиваю, программа блокирует предшествующие документы. Но, опять же, что значит сдаем, то есть мы не просто отправляем с вами в пенсионный фонд, а мы не забываем про вот эту вот галочку, что сведения, да, вот были переданы, пачка больше не редактируется. Только после этого у нас с вами все-таки программа, ну, здесь вот не очень удачно, да, открываю, только после этого программа все-таки будет показывать соответствующую информацию, что уже нельзя нам с вами вносить какие-то изменения. И вот если мне какие-то изменения вносить нельзя, то я подчеркиваю, обязана, обязана работать только каким образом. То, что вот я вам сказала, я должна создать новый документ регистрации трудовой деятельности, нажать кнопку «Изменить», «Отменить» и, ну, либо там, что мне требуется. И каждый раз одно и то же. Программа автоматически, ранее введенную запись, именно с тем идентификатором, с которым она у меня уходила в пенсионный фонд, отменяет и вносит новую. То есть это принципиально. Кстати, в общем-то, опять же, вот я говорю, технология стандартная, все отменить и сделать заново с учетом внесенных изменений. В общем-то, это лучший вариант, который себя очень хорошо показал. Ну и еще вот по поводу заявлений и отмены заявления. Вот у нас с вами есть заявление о предоставлении трудовой деятельности. То же самое сейчас покажу. Вот у меня мартовские и вот у меня отправленная отчетность за март месяц. Значит, опять же, вот учитывая все вышесказанное, что я должна делать в этой жизни. То есть если, например, я по какой-то, не важно по какой причине, абсолютно, вот у меня есть госпожа Сидорова, которая захотела ввести, чтобы ввели трудовую книжку в бумажном виде, а я, ну, как-то вот по ошибке сказала, что в электронной форме. Значит, та же самая постановка вопроса просто раньше могли исправить. Теперь мы делаем отзыв, заявление о предоставлении трудовой деятельности, указываем, там, я не знаю, там тоже Сидорову я возьму. Вот, видите, вот оно, заявление о предоставлении. Видите, вот оно, вот оно и еще раз вот оно. То есть мы его с вами тогда будем отзывать. Да, и еще один момент. Вот они немножечко поменяли форму заявления о предоставлении трудовой деятельности. У меня там сейчас вот есть как раз еще товарищ неохваченный, это некто Чичков. Вот, к примеру, там, я не знаю, в электронной форме, в бумажной, это не принципиально. Но, опять же, кто уже сдавал форму, вы видели, она была немножко другая. Так, вот заодно покажу вам. Смотрите. О, вот оно. То есть теперь, как видите, сначала идут умные слова на эту тему, но и два варианта. Один из них у нас с вами как раз сотрудник будет выбирать. Ну, то бишь, если так вот, да, наш разговор подходит к концу, если говорить о том, что кардинально поменялось. В первую очередь, саму форму СВТД мы теперь руками заполнить не можем. То есть даже если у нас есть кнопка добавить, то далее-далее все будет в этой жизни печально, поскольку само мероприятие, форма, она открывалась и раньше, но я здесь ничего добавить сама не могу. Но, благо, как видите, добавили подсказку, что все-таки надо сделать регистрацию трудовой деятельности. Вот, это раз. Второе. Документ регистрации трудовой деятельности у нас с вами универсальный. И мы этим документом, если требуется, не только регистрируем данные до 2020 года, но и регистрируем изменения и отмену мероприятий. Это важно именно по той причине, что любой записи программа присваивает уникальный код, уникальный ID. И, соответственно, различать она будет их тоже по этому коду. И, собственно, я вам показала, они содержатся в формочке файла, который мы отправляем в пенсионный фонд. И пенсионный фонд сверяет записи тоже будет по вот этому ID. А значит, для нас с вами принципиально соблюдать вот то, о чем я как раз говорю уже полчаса. Мы должны изменить, мы должны с вами отменить, если вдруг такая необходимость возникнет. Вот. Но делаем мы все это тоже через документ регистрации трудовой деятельности. Вот он здесь, этот идентификатор, он четко абсолютно видим. Ну и, к сожалению, пока еще сохраняется постановка вопроса, какого рода, что наши лишние эксперименты на уровне документ открыли, документ закрыли, они вроде бы как бы никакой функциональной нагрузки не несут. И я могу один и тот же документ, но, ради бога, у меня здесь, видите, никакой не даться запрет, редактирование не стоит, ничего. Я могу развлекаться и перепроводить его хоть там 583 раза на дню. Но, к сожалению, это может привести к какой постановке вопроса. Что программа-то каждый раз при перепроведении будет ему опять присваивать вот этот вот самый уникальный ID. И результат будет, ну вот как я пыталась показать, к сожалению, у меня не получилось такое большое количество записей показать. Хотя вот очень хотелось, потому что для меня, честно говоря, когда я вот так нахимичила, для меня это было шоком. Вот. Соответственно, получается, что в дальнейшем у нас вот это вот бездумное закрытие ранее сделанного документа по кнопке «Провести и закрыть» может привести к весьма неприличному, неприятному обстоятельству. Программа возьмет, все пытается имитировать ситуацию, которую сама вот видела. Ну, к сожалению, знаете, как бывает, когда вот стараешься, она не всегда получается туда ошибиться, надо еще суметь. К сожалению, есть такое дело в нашей жизни. Ну, вот видите, на сей раз она у меня нормально отработала. Вот у меня была неправильно сданная, вот у меня вторая запись исправленная, и еще по нему как по совместителю. Но здесь тоже, вот видите, нахимичила. Вот у меня прием от 1 января появился. Хотя, если мы сейчас с вами посмотрим на мои кадровые документы, у меня тут по булочке, но видите, никакого приема от 1 января нету 2020 года. Ну, значит, тогда вот у нас с вами вариант какой. Мы открываем регистры сведения, вот их всего три пока, по крайней мере, и идем и исправляем соответствующий регистр. То есть вот оно, где все живет своей отдельной жизнью. Кстати, вот еще о регистрах тоже. Вот я когда с ними смотрела, что происходит. Вот регистры, регистр сведений, мероприятия переданные. Вот смотрите, здесь возможности редактирования не предусмотрено. Не предусмотрено. То есть первый регистр, да, просто, опять же, вот возможности редактирования не предусмотрено. То есть появляется, когда мы с вами вводим документ, запись в регистр идет автоматически. И редактировать их нельзя. Но вот регистр, которым как раз вот все вот это хулиганство и можно найти, мероприятие, прочее, то здесь все-таки через кнопку еще можно включить режим редактирования. И если увлеклись, то все-таки взять и лишнее именно здесь аккуратненько почистить. То есть вот такая вот особенность, чисто программная специфика. Но она нас возвращает к достаточно банальному обстоятельству, опять же, о котором мы всегда должны с вами знать, работая в программе. То есть если мы проверяли какие-то документы с вами кадровые, вот открыли, проверили, ну не меняли мы ничего. Закрываем мы этот документик с вами крестиком. Никаких провести и закрыть в принципе быть не должно. Но это для нас тоже важно. И тогда у нас будет меньше головной боли. Ну и последнее, что еще вот хотел, да, вот я все-таки подытоживаю как-то наш с вами разговор. Это то, что я вам показывала несколько минут назад, что для программы принципиально, чтобы был установлен вот этот флаг. Пачка принята в ПФР. То есть, ну здесь вот, как я уже сказала, каждый по себе судит. Вот, в общем-то, пока я с этим не столкнулась, я не утруждала себя этим, честное слово. То есть, ну вот я говорю, что у меня, ну сдано и сдано. Мне этого достаточно, я вижу, что я сдала. Но, в общем-то, весьма неприятно, когда ты наблюдаешь картину, что без вот этого флажка программа берет. Вот, и, соответственно, в отчет за следующий месяц великолепнейшим образом тянет информацию по второму разу. И это, конечно, никуда не годится. А значит, мы с вами об этом тоже должны помнить. Ну, вот, собственно, это все, что я хотела рассказать. Я извиняюсь, что получилось немножечко затянуло. Но здесь вот еще сыграли роль свои технические причины. И, в общем-то, я хотела рассказать вам все. Ну, и вот, опять же, да, вот подытоживание события. У нас с вами в мероприятиях учитывается. Подать события, не подать приказа. Корректировка нужна только через регистрацию трудовой деятельности. И только потом заполняем. Ну, и вот что у нас с вами есть. Таких три основных регистра сведений, в которых как раз хранится информация по нашим мероприятиям. И мероприятия по трудовой деятельности и прочее у нас все-таки есть возможность редактировать. Ну, то есть вот в итоге, в итоге мы сейчас с вами поговорили по одной из тем, которая рассматривается, вот как я уже сказала, на курсе по кадровому учету. И, соответственно, приходите к нам, глядя, мы вам еще что-нибудь новое расскажем. Вот. Ну, и, наверное, если есть какие-то вопросы, то давайте как-то поговорим, может быть.